Привет, зрители! Сегодня с нами Юлия. Посмотрите на это очаровательное создание. Она немножко беременна, поэтому вот у нас сегодня резкие оценки беременной женщины. И знаете, кстати, что она в X-Ray сделала первым делом? Она сделала вот так. Ха-ха, и красота! Не удивилась, а почему нельзя было потратить 30 рублей вот на это? Ну, тут да, тут зеркало есть, а тут, соответственно, нет. Пошли в магазинчик, все по 10 такие затарились сразу и вставили хотя бы зеркало, я не знаю, финансов не хватает. Ну, мы видим, что женский подход несколько иной, но сегодня мы будем говорить про робот, потому что очень интересный опыт. Юля никогда не ездила на роботах вот на таких. Я даже понятия не имею, в принципе, что такое робот. Я знаю только о механике. Ну, как бы я слышала, что есть робот, но как оно работает... Да, никогда не знаю. Я специально доехал вот сюда сам, чтобы Юля не понимала, как это будет работать. Я ехал крайне плавно, да, аккуратно, согласись. И почувствовал эту разницу? Нет, я разницу между механикой и роботом не почувствовала. Да, да, в этом фишка, что ехал специально умышленно, чтобы Юля вообще ничего не могла заподозрить, что же ее ждет. Что-то ее очень нравится. Поэтому очень интересно вот этот незамутненный опыт, кристально чистый и ведь тем очень интересный. Давай, запускайся, посмотрим, что у тебя получится. А ты меня везде как не пользует. Ну, это как автомат, давай попробуем, я думаю, у тебя получится. Вот, видишь? Надо что сделать? Да я понятия не имею. Надо, у Сави, какие здесь буковки есть. М, но в Д, наверное. Нет, он не заведется в Д. Вот, ВН. Да, вот, сади там, загорелась. Включай. Жми тормоз, да. И включай. Во, все завелось, да? Отлично. Все у тебя удобно? Проверь. Нормально все? Вроде да. Все нормально. X-Ray у нас топовый, сейчас поменьше сделаем. А, как мне переключать? Тут сцепление нет? Сейчас, столб нет, сцепление нет. Переключать тут не надо, тут есть буква Д, есть мануальный режим. Просто Д включил и едешь. А Д, как я включаю, выжимаю, выжимаю, у меня что-то надо? Жмешь тормоз, жмешь и включаешь. Как на автомате? Просто вниз. Да, ну, сроченько надо снять. Да. А, у тебя, да. Сегодня, вчера мы гоняли на Fiesta, и Юля дрифтовала, и очень рук все потянула. Сейчас я как раз и буду сравнить Fiesta, наверное. Ну, не знаю. Нет, просто они одинаковой стоимости, чтобы все понимали. Порт Fiesta и Lada X-Ray, они одинаковые стоимости. Ну, поехали, попробуем. Ну, как? А, все нормально. Все нормально? Да. Что, поворотник не включаешь, зрители ругаться будут? Ну, зрители, простите, пожалуйста, никого нет. Там никого нет. Вот так женщин за рулем рулят. Я всегда включаю поворотники, ругаю Васю всегда, когда он не включает поворотники. Ну, беременным лучше не водить просто. Ну, да. Однозначно. Ну, поехали. Сейчас едем прямо, потом налево на набережную. Выйдем, чтобы понимать, что ты как. Ну, что, рассказывай, есть какие-нибудь ощущения отъезда? Я не отдавна сижу, не понимаю, она как тугая. Тугая? А что там нельзя делать? Можно, почему? А почему она не газует? Ну, ты нажми нормально и загазывай. В пол нажала, она мне тут пукнула. Ну, ладно, сейчас попробуем еще раз. Прикольно. Ну, и что? Ну, скажи, что она почувствует. Я не понимаю, что она почувствует. А вот это, кстати, о чем говорили зрители в комментариях. Да ладно, АМТ, это отлично. Мы сейчас еще немножко проедем. То есть, ты не чувствуешь разницы? В целом, нормально. Ну, я чувствую, что она как будто отстает. Отстает. Вот первый феномен, да? То есть, как бы я хочу, чтобы сделать какое-то действие определенное, да? Ага. Ну, то есть, я нажимаю на газ, например, вперед. Ну, вот я жму педаль, она как-то... О, да. Ну, на месте она подвисает, что ли? Вы так правильно сказали? Да, вот хорошо, кстати, сказала. Юля не читает автопрессу. Единственный источник информации – это я. Со своими разными терминами. Пророк перед Пророва. Вот про подвисание. Юля мне не говорила. Да, я специально не говорил, чтобы мы ее поняли. Вот скажи мне, вот подвисание мешает тебе сейчас? Мне некомфортно. Некомфортно? Ну, они мне мешают тем, что я понимаю, что она не отзывается по первому же моему щелчку или там нажатию педали. Ну, вот, то есть, ну, как тебе сказать? То есть, именно реакция на нажатию педали. Реакция, мне важна реакция, да. Мне важно управлять, мы с машиной тут добрать тот же самый порт, опять же, механику, да? Ну, жоп, втопил, поехал, то есть, все сделал. Нет вот этих мешканей каких-то промежуточных. Ну, а так, смотрите, вот мы едем, и вроде ничего, да? Ну, так мы едем. Ну, сейчас мы выйдем, на, прям туда едем. Дорога только одна, там везде он. Перекопали все зачем-то. Нет, если плавно давить, кстати, да? Ага. Плавно давить на газ, то она и вроде незаметна этим. Вот такой режим спокойный, да? Да, режим спокойный, она едет, ну, видимо, она успевает переключаться. У нее, видимо, коробка не успевает все переключаться. Почему она мешкает-то? А это что по встречке, товарищ? Что вообще тут происходит? Давай дудить. Плохо дудить. Плохо дудить. Лада? Да ладно, не ругай, ладно. Лада наша мечта. Она лучше, чем у вас, ты ж помнишь. Давай, газу, че? Ну, сейчас я пропущу машину. Да ладно, я же не вижу. Видео не вижу, ничего. Указания даю, ни хрена не видно вообще с этой стороны. Ага. Вообще ее не видел. Вот Юля молодец. Видите, это обучаемая система, нормально может реагировать на дорожную ситуацию. Вот, впрочем, мы сейчас на набережной левой. появимся в афоре. А, понадобится. Да, вот сейчас очень интересный момент. Давай перестроимся в трамвайном пути, есть там, никого нет. Что тебе было удобно. Ну, руль это отдельно. Потому что в руль передаются эти разнообразные. Сталка. Ну, да. Френ знает как, посмотрите на него. Вы, 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 пер свою часть. Сейчас мы поим налево, поэтому мы заняли трамвайные пути. Вот, сейчас вот очень интересно. Вот момент, я опять же буду молчать, мы посмотрим, как Юля справится сейчас с троганем. Посмотрим. А, то есть я могу заглохнуть? Ну, это маловероятно, потому что, в принципе, система работает достаточно нормально. Нарекания вот по заглохонь. По заглохонь. Потому что, чтобы заглохнуть у меня не было. Да, заглохонь. Хорошее, наверное, слово, кстати, получилось. Так. Ну и что? Все нормально? А вот отпусти тормоз просто, отпусти. Она стоит на месте. Она катится. Она катится, да. А еще раз отпусти. А как же не катиться? А вот газ давить надо. Сразу же, да? Да, вот это на механике. А что за пьет такой? А потому что у нее нет... Так, сцепление хотя бы держит на механике. А тут ничего не держит, получается. Машина в свободном. Да, она отпускает сцепление полностью. Выжимает его, вернее, можно так сказать. И на маленьких уклонах откатывается назад. А смотри, если держать... То будет держать. Она будет чуть-чуть катиться вперед. То есть здесь есть момент, связанный с тем, что вот, да. Видишь, что происходит? То есть такая смесь автомата и механики получается. Ты что тебе любишь? Не знаю. А? Жук там. Жук там что делает? Да. Ну, мы видим прямо надо, скорее всего. Слушай, а как же, когда ты, например... Ну, мы уже не успеем поехать, кстати, в красный уклон. Мы все стоим. Да, стоим. Как же быть, когда ты... На большом уклоне, на самом деле, есть система помощи. 4 секунды или 3 машина держит, закусывает тормозами. Она понимает, что есть уклон. Держит. То есть, если будет больше уклон, то не откатишься. Ну, вот у таких вот, да, он слишком маленький. Но машина достаточно легкая и откатывается назад. Вот такой вот момент. А почему они ничего не предусмотрели? Почему предусмотрели? Эта система же есть, когда откатная. А почему вообще они не всегда не сделают? На самом деле, расскажу. Вот достаточно просто. Во-первых, это дорого. Потому что, например, если ты ездишь на автоматической коробке классической, там есть гидрозасформатор, там масло крутится. Масло охлаждает все это дело. А здесь масла нет. Здесь просто вот механика, эти диски, да, они по-сухому трутся. А что будет, если долго по-сухому теряться? А нормальный? Не, он нормальный. Мы же не на встречке стоим вроде. Вроде не на встречке. Должен пройти. А, да, все хорошо. Вот, трамвай нас обогнул, да? Во! Сейчас поедем. Всем уступить? Да, думаю, да. Разумная идея. Ага, ага. Вот, вот эта реакция мне нравится, знаете? Оно четко, четко, ощущение, да? Прямо вот, вот сейчас мастером как бах ударил. Видишь, выстрел такой, бах. Че катиться назад-то, че с дела, да? Ну, не привычно, потому что ты выход на авто. Ну, вроде автомат, едешь, что есть, у тебя две педали. И ты, в принципе, не трогаешь коробку передач. Ну, вроде, автомат с косяками. Угар. Умышленно не буду сейчас это вырезать. Пускай зрители поймут. Ну, ты хоть запикни. Ни в коем случае, ни в коем случае. Так скажу тебе. Что за похавчина, да? Кого-то посадил за... Вот так вот. Ну, и как вот, смотри, вы выехали нормально, вроде поехали, да? Ну, поехали нормально. Кстати, вот я как пассажир не могу сказать, что я чувствую вот эти разрывы или крючки. Я тоже не чувствовала, когда ехала. Ну, может быть, из-за того, что я сейчас плавно давлю газ, то есть я не... Там камера висит, не забудь. Кто-то и там вчера гонит, что 8 сголовок надо ехать, да. Ты мне тут поставил... Да, зрители очень любят приборы и все время говорят Ставь камерный прибор. Я вот так езжу нечего. Я ничего не вижу тоже, но тут у зрителей все видят. Это очень здорово. Вот. Так что такие вот моменты. Ну, и так вот, смотрите, вот мы выбрались, проехали. И получается, что ты можешь сказать? Получается, можно брать? Ну, не, на самом деле, не так. Если приноровиться и привыкнуть просто к тому, что тебя откатывает, к тому, что тебя задерживает, ну, простое какие-то, непростое, ну, как это назвать? Могим ни слова. Задержки. Ну, да, задержки. Ну, по-рубому никак не назвать. То есть не быстрый отклик на действия водителя. Да, то можно и взять. Просто я не понимаю, намного ли дешевле, например, этот робот? Вот отличается с какой? От автомата, да. Очень просто, на самом деле, сделать пример. Это связано с тем, что, например, у того же ВАЗа есть модель с автоматом. Но старого поколения, Калина, Гранта, она туда ставилась. Сейчас уже не ставится. Сейчас везде ставят вот это вот дело. Почему? Причина проста. С автоматом машина стоит на 50 тысяч дороже, чем механика. А вот с этой, как ты думаешь, на сколько дороже? Тоже дороже, безусловно. Ну, насколько? Давай сейчас поем налево. Ну, видимо, не намного, если не спрашивай. Ну, да. Ну, примерно, как думаешь, сколько накинуть нужно, чтобы купить такую коробку? Тысяч 10? Ну, почти попало 25. Двадцать. Да, вот есть. Есть равен за 25 тысяч и 25 еще сверху. 50 уже бьет, так ощутимо. Ты думаешь, ого, это же там почти 1000 долларов. Но это много, да? А 25, вроде думаешь, ну, подумаешь, там, полтишок накину. Ну, хотя для кого-то это месячная зарплата. Вот вопрос, да? Да. Да, я тоже так думаю, что на вопрос. А так вот сейчас будем опять, кстати, трогаться в горочку небольшую. Да? Вот мне этим не нравится. Я почему-то как-то не то что мерручу. Я нервничаю, потому что некоторые машины подъезжают очень быстро, близко. И все равно этот откат назад он чувствуется. Даже я буду, например, за рулем, когда езжу, я стою от машин подальше. Почему? Потому что очень часто люди, даже, ну, не знаю, робот у них, может, механика. Тоже откатываются. Нормально так откатываются. Ага. И не на чуть-чуть там вот видно, что дёрнулся, например, а бывает так хорошо. Понятно. Но, кстати, я ещё не рассказал, тут есть ещё и механический режим. Можно включать передачи самому. Не хочешь попробовать? Да, хочу. Для этого нужно другой рукой взять за руль. Ну, давай мы сейчас уедем обратно. А оно никак тебе не будет мешать, он же сам передача, тебе сцепление надо жать. Джойстик бери и влево. Влево. И вот, и у тебя теперь вперёд-назад качаешь и передачи выбираешь. Что вперёд-назад качаешь? Вперёд это понижение передачи. Качай её? Да, качай. В любую сторону, какую тебе хочется. Давай. А я мне сейчас на какую передачу послушаю? У тебя третье написано, вон там в окошечке. Давай, включай какой-нибудь. Во, вторая назад. Значит, назад это больше. Да, давай, третьего, четвёртого включить. Смотри, как удобно, не надо педали, просто дырка, да? Да, кстати, вот так, раз, раз. Вот, наверное, второй еду. А я заглохну? Нет, нет, конечно, не заглохну. Тогда зачем я сама переключать передачи? Ну, может, это будет более комфортно. Нет? Может, быстрее будет переключаться, как думаешь? Ну, нет, оно будет быстрее переключаться, если ты сам, естественно. А ты уверена? Не знаю. Мы всё проверим. Сейчас мы выйдем и всё проверим. Надо было до шести тысяч оборотов разгоняться. Сейчас разгонимся. Нет, я тут не буду. Да, не будешь? Ну, значит, мы сделаем паузу. Я не ты. Вернемся туда. И будем разгоняться до шести тысяч оборотов. Ну да, посмотрите. Да, посмотрим, как она будет. Очень нам интересно. Так не будет или будет быстрее? Не знаю, сейчас мы узнаем. Ой, давай сразу. Да, давай направо, направо, направо. Тут же красный. Ну, конечно, красный горит. Куда же собрать? А, красный. А, да. А, да. Всё нормально. Сейчас мы поедем. А, я мы это механика. Да, да. Классно, да? Так, тёрла. Вот, что я делаю. Сейчас мы... Как бы она как будто на месте такая пунгсх и потом поехала. Действительно. То есть, а, не, вот сейчас он пуст по стороне получится, но видимо она переключилась. А, потому что она, да, скорость не меняла и уже была такая вторая, да, готовая. А если не готовая, то, увы. Ну, короче, не балуйся такой экстремальной езды на этой машине, да? Ну, да. Слушай, я почему-то думала, что намного хуже будет. У меня так... Думала, что хуже будет? Уготовил, да. Вот, сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. А на деле, так, оказывается, у меня всё так плохо. Ммм. Интересный момент. У БВК-то. Слушай, ну, X-Ray, извините, меня на механике намного хуже. Да? Просто. Ну, вспомни, какая там коробка передачи. Ужас, кошмар. Да. Ну, на самом деле, не знаю, насколько она плохая. Мне, в принципе, особо она не доставляла. Ну, и с раме с Фордовской, спасибо большое. У Фордовской это получше, конечно. Спасибо. Там почёче. И у Веста лучше коробка работает, чем у этого. Правда, на Весте давно не ездил, не помнишь, как там. Да, он. Классно, подвеска. Подвеска мечты, да? Ну, не хочу. Бум-бум-бум. Бум-бум-бум. Слушай, на Весте я, да. Ну, кстати, вы собрали. Она на турбировании сейчас. И когда она заработает, бог его знает. Не, ну, просто я помню, что на X-Ray мне настолько раздражало, что я буквально там через несколько минут пересела. А вчера на Форде я с удовольствием, ну, сколько мы катались. Ну, да. А вот тоже нормально, смотри, видишь, едешь и ничего. Да, нет, я еду. Ну, это же она очень приближена к автомату. Больше она автоматическая, нежели она механическая. Прогласен. Ну, было сцепление решать все проблемы. Да, не скучно, да? Чем механика, да? Ну, что ты сидишь там, делаешь ногами, руками. А тут сидишь на две педальки все равно. Ну, что, что, не меняется. На ней поедем в Форде сдавать? Или на RAV4 поедешь? Или на RAV4 поедешь? На RAV4 поеду. Вот, вот выбор, на самом деле, в итоге. Ну, объясняется все проще, тем, что просто машина приятнее едет. Я же сейчас не говорю, мы не оценим машину с точки зрения того, как она катается, правильно же, Виктор? Мы сейчас оцениваем с того, чем отличается коробка передач. Вот и рассказываю. Так, ну что, здесь будем разгоняться, наверное, да? Ну, я думаю, да. Вот, смотрите, зрители, классное место. Здесь крестов. Количество крестов на квадратный метр, мне кажется, просто... Причем всю жизнь здесь никто не парковался. Ну и выше. В Москве. Кресты везде. И с другой стороны тоже кресты. То есть это крестовая аллея, я бы назвал это. Спрашивали, а зачем парковаться в лесу, да? Где ничего нету, да? Здесь стены какие-то. Ну, просто ничего тут нет. Не парка, это просто лесополоса неблагоурожная. Видите, там все валяется. Валежник, ну, то есть совершенно не приспособленная тема. И видите, здесь никто не ездит, он слой снега, все припорошило. Сейчас будем мы кроссоверные моменты ощущать вот X-Ray. Сможем, как ты думаешь, кроссоверность-то почувствовать? Вообще, кроссовер ли это, как ты думаешь? Ну, если честно, у нее нет. Нет? Вот. Ну, вот, а пишут, что кроссовер. Хотя сейчас говорят, я вообще не понимаю, что это кроссовер. Мне очень напоминает, сейчас в этом плане, EGOR F-Pace, который тоже с виду кроссовер, а по сути это обычная... Ну, R. Камера есть, смотри. О, Фиэста нет камеры. Да, да. Здесь есть. Фиэста другие блюзеры. Ладно. Так, ну что, мы готовы к старту. Давай, ровно поставь машину к тому косо. К тому косо. Я чувствую, как колеса поворачиваются, когда я кручу. О, прикольно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да, стоп. Стоп. А раньше было, кстати, еще хуже. Сейчас они перенастроили. Тормозит целиком. В смысле? раньше прям 33 сочи до бешеных так вот стоит зрители мы приехали юлия готова к старту да сегодня готова режима стоит все дела ничего здесь нельзя и мы зачем тем вручном разгоняться а не хочет либо все понятно ну давайте хорошо давайте поедем пока этот бомжик идет поехали объедем его и поедем проверяем педаль в пол погнали ну что как где разгон где скорость это скользко держи руль руками а то вырвется еще не дай бог соли как здорово разгон о разгон мне не нравится она очень тормозится переключением помогает это долго делает он разгоняется потом подвисает едет и думает переключает она еще потом опять едет и думает когда уже по идее переключаться чтобы быстрее без но мне кажется тут даже наверное максимальная скорость нельзя замерить на этом можно просто намечивают но не максимально время разгон ты максимал кстати здесь выше чем на других коробках вот но вот это мы сейчас проверили в режим а то есть в принципе согласись то есть машина для спокойной езды вполне да получается так но так для городской на дачу разворачиваться но дальше как-то не знаю на даче мгловат будет надо мелко машины душу надо что есть городская машина она просто я я просто пытаюсь понять для чего ты хочешь то есть просто ездить без претензий до чтобы этот ну да без претензий не на кроссовер не это там разгон и на гонках вот так как бы нам здесь будем разгоняться точку это пропускать или как чтобы нам это как-то удобно сделать здесь какие-то одинокие люди ходят от вчера здесь ходили туда-сюда да непонятно все смылось куда-то ушло такое место на самом деле страшно здесь да в одиночку водить я не стала промзоны здесь или ты электричество здесь они передают все заброшены въезд и экзажистские волны вообще вредоносные тут во все стороны идут высокая энергия до откуда вы все выходите в них можно и собакам еду носят так окей попытка номер два сейчас будет заворачиваюсь видишь вот я сейчас это поворотничек включил даже никого не было молодец молодец это перед зрителями пендривание сейчас автоматически так вот лично итак нас ждет что режим чё да а м м м м давайте не помешает даже не будьте бросаться ты с левой стороны просто езжай все давай поехали я буду хорошо давай объедем окей чтобы не беспокоиться объедем это установить чтобы все было подальше что-то на тени магнала то будет вот здесь тормози все стоять так так мы готовы замеру да назад переключаемся а погнали погнали давай а я должна предпускать не зачем не надо чем ну как оцениваешь тормози это мы замедлим все это вот да да нет перепадание механики чувствуется так когда-то все равно они слишком явные то есть на право понят он сейчас сделай вывод оценили включая режим или д режим все что это все она но на некоторое время надо датироваться что ты уже хочешь медленно ехать все вот и нормально и подводим вывод вот мы сейчас разогнались два раза ощутили целом что-то скажешь нет я если что я вопрос честное слово я доплатил 20000 например вот но проблема в другом что лада к сожалению не дает нам автомата вот решили что только робот можно использовать и все механики я заплатил подкручу 50 тысяч купил все форкл автомата но если честно допустим нет этих если нет этой суммы я бы кредит все равно ну я бы не взяла бы ладу я не люблю да причем то мы сейчас не про ладу мы же не едут мы просто говорим про коробку ты сразу стала накидывать на ладу это всякие нехорошести ладно нормально тащила свои деньги да это для женщины кстати вот это укор действительно автоваза я считаю поехали домой направо я считаю что это действительно укор потому что любая женщина которая садится в только что мы проверяли в начале она делает вот так вот и что и как его и вот поэтому вот женщина не купит такую машину зато очешник есть вот это это они постарались такой мелочи можно машине смотри едешь ты например да тебя машина нужно для того чтобы ездить по встречам вы договорились встретиться в кафе там по работе ты приезжаешь ты хочешь посмотреть что тебя тушь может потекла может и не знаю там что у тебя там на лице вот вот такие ладно делаем вывод на самом деле за ли я проговорю вывод в целом как мы видим честно вот взял ее первый раз попробовать на самом деле даже особо не поняла вначале что здесь что-то не так это говорит о том что что в целом коробка работает нормально в самом начале ладно в общем сейчас она конечно будет говорить на что все поняла но в целом действительно коробка получилась до спокойных водителей что надо но кто любит вот попедалировать прислушиваться дата почувствовать что тут не так и вот так потом я уже поняла что идет задержка но мне кажется это катайся я день я уже поняла что тут поддержка понимаешь поездка ладно так что зрители право голос конечно за вами в главное возьмите такую машину тест-драйв закрытым глазами ни в коем случае не покупайте словеса это одно а реальная поездка совсем другое поэтому мы с вами прощаемся до новых встреч если выбирать из ладовской механики из ладовского вот это автоматы берите механик понятку нет вот такую коробку такую да не механику нет если из ладовского авто это выбирать конечно такую надо брать понятно да прямо там родит никого ладно за юлию вот как видим последнее слово все-таки осталось мне механик вообще не нравится ну понятно не помню как просто на вести ладно хорошо все-таки закругляем и видео и так уже да вот довольно долго ездим вообще даже обсуждаем все эти моменты до новых встреч зрители юлия своим прощается тоже пока зрители да и ждите нас снова я думаю что новое откровение босс гораздо налево будут гораздо интереснее пока